Всем! Сегодня я хочу записать видеообзор на такое приложение, как Корреспондент. Корреспондент, оказывается, их есть два. Вот тот, который мы записывали, вот он, в начале самом, да? И тут буквально сразу же почти такой же, немножко цветом отличается следующий Корреспондент. Вот. Здесь 18 оценок, здесь 49, и оценка хуже. Посмотрим, чем же они отличаются. Вот. И, как не знаю, выберем, наверное, для себя лучшее. По крайней мере, каждый для себя выберет лучшее. Напоминаю, что данное приложение находится в категории «Новости и погода» в магазине для Windows 8.1 «Профессионал». Поэтому нажимаем на него, открываем. Предыдущий Корреспондент был издатель его BigMir.net. Здесь «Диджитал Клауд Технологиз». Вот. Думаю, сейчас сможем как-то для себя понять, что же лучше. Описание возможностей на русском. Оценка 3.4. Сразу видно плохой комментарий. Мало того, что не работает погодная модель, так еще и само приложение перестало обновлять новости. Показывает сводку месячной давности. Ну, сейчас убедимся, наверное. Ну, да, плитка с новостями не обновляется. Сейчас постараемся узнать, правда ли это и устранили ли ошибку. Видим, поддерживаемый язык русский. И похожие приложения от этого же автора. Нажимаем кнопочку «Установить». Будем сейчас выяснять. Ну, тоже, конечно, мне кажется, если бы было бы все настолько грустно и печально, не было бы 16 пятерок. Может, у кого-то что-то не так, как только что мы убедились в другом приложении. То, что там говорили, что языки не меняются, но все прекрасно меняется. Установилось приложение correspondent.net. Открываем его. И что же мы видим? Видим мы новости, новости, новости. Всяческие разные. Курс валют, мне интересно. Калькулятор курсов, да. Ну, допустим, там 1 доллар США на гривну, да. А есть украинская гривня. А, вот украинская гривня. 12.95. Дорого. Ну, да ладно, мы сейчас... Курс валют интересный очень, я думаю, что оно, ну, как полезная штука. Вот, если вы именно новости здесь присматриваете. Дальше погода, погода, область, я выберу Сумскую, например, город. Ага, то есть здесь, например, Глуховка, Натоп, Лебедин, Ромный и Сумы. А где остальные, непонятно. Шостка, непонятно. Ну, ладно, Глухов, в принципе, близко. Температура, влажность, давление, погода на, ну, например, на 16 число. Тоже, видите, далеко не заходят числа. Максимум это сколько? 4 дня, да? Нормально. Вот. Все-таки посмотрим, как же там с новостями нашими. Новости вижу то, что уже здесь пошло Донецк. Что-то там видно, что спорт, да? Смотрим все новости. Есть Украина, бизнес, Киев, мир, спорт, шоу-бизнес и культура, Россия, мир, а нас, странности, стиль жизни и все, да? Можно ли как-то поменять категории? Не местами, никак, мне кажется, нельзя, да? Потому что меню не открывается никакое. Ну, ладно. Странности, конечно, для меня непонятна эта категория, но ладно. Россия. Давайте посмотрим категорию бизнес. Ну, обычная новость, в принципе, да? Можно листать между новостями. Ну, какие-то картинки, конечно, мне не нравятся. Очень плохое качество. Боже, тут даже непонятно, что тут изображено. Ну, как бы. Нужно немножко над картинками поработать. То есть, все привычно, обычно. Дата публикации 11-10. Вчерашняя, да, получается? Сегодня у нас 12-е число. Нет, 11-е. Все сегодняшнее. То есть, все обновляется. Может, действительно, какая-то была ошибка именно у приложения, но разработчики ее удачно убрали. В принципе, так выглядит приложение. В принципе, так выглядит приложение. Новости есть. Новости читаемые. Правда, что, вот, конечно, вот, картинки, да, в ужасном качестве. Но я думаю, это тоже придет к нам, так сказать. Вот. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на наши обновления. Будет еще много чего интересного. До свидания. Всего доброго.